МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...интерес более тысячи участников было. Мы получили только приветствия и поздравления почти из 50 стран мира. Участвовали послы, депутаты, государственные деятели. Интерес не случайен. Прежде всего, люди хотели услышать правду. Правду о том, что происходит в мире, в стране. Мы сделали глубокий анализ системного кризиса, в центре которого оказалась наша страна. Но одновременно и предложили реальную программу вывода страны из кризиса, которую согласовали с возможными союзниками и попутчиками, которые пойдут с нами как на местные, губернаторские, так и на президентские выборы. Мы пригласили их всех, чтобы они реально увидели, что из себя представляет Компартия. Она серьезно помолодела. За последние четыре года мы приняли 60 тысяч новых членов партии. Обновилось руководство. Более эффективным стало управление. У нас есть плеяда талантливых, опытных партийцев, государственных деятелей, депутатов. Одновременно мы открыли дорогу для широкого спектра молодежных лидеров, которых поддержали и которые сегодня вам представят свое видение отдельных программ подготовки, которых они реально сами участвовали. Мы считаем, что главный итог съезда – это то, что люди почувствовали. КПРФ – это партия народа, партия трудящихся. Она реально обладает представлениями, что происходит и внесла абсолютно конструктивную программу, которая оснащена и отраслевыми программами, и уникальным опытом работы наших народных предприятий, которые стали лучшими в стране. Представить основные направления итогов съезда я попросил бы нашу команду. Новиков Дмитрий Георгий – заместитель. Он аккумулирует у себя все основные проблемы теории, диалогии и одновременно средств массовой информации. В последние годы в средствах массовой информации звучит много слов о таких механизмах обсуждения проблем, как праймерис, например. Должен сказать, что в нашей партии давно сложились гораздо более серьезные, глубокие, основательные традиции обсуждения всех вопросов. Мы при выдвижении, например, кандидатов на пост президента страны или на кандидатов в депутаты Государственной Думы самым внимательным образом снизу, с первичных организаций начинаем процесс такого обсуждения. Только что прошла отчетная кампания в партии, где также мы с самого низу занимались обсуждением всех задач, которые стоят перед партийными отделениями, перед партией в целом, и избирали делегатов на съездком партии. Это было большое событие в жизни нашей организации, мы обсудили итоги работы за 4 года. В общей сложности на съезд было избрано 144 делегата, и сама явка показывает, что сколь ответственно эти люди относятся к выполнению своих обязанностей, потому что из 344, 340 делегатов присутствовали на съезде, только четверо отсутствовали по уважительным причинам. Состоялся исключительно содержательный разговор, этому способствовала предварительная публикация политического отчета Центрального комитета съезду. На самом съезде его представил Геннадий Андреевич Зюганов, и вот это предварительное знакомство делегатов позволило всем, кто выступил, аргументированно, вдумчиво проанализировать работу партии по своим направлениям, внести конкретные предложения на ближайший период. В общей сложности у нас выступило 5 человек с докладами и информационными сообщениями, 3 человека выступили с приветствиями и 10 человек в прениях по политическому отчету. В адрес съезда поступило свыше 50 приветствий, поздравлений из разных стран мира, в их числе и приветствия президента страны Путина, где он отметил большую роль Компартии России в политической системе страны. Поступили приветствия от руководства Кубы, от руководства многих партий и международных организаций. Съезд, в свою очередь, довольно высоко оценил работу Центрального комитета за прошедшие 4 года, определил задачи, которые предстоит решать. Подтверждена актуальность программы партии «10 шагов к достойной жизни». Эта антикризисная программа опробирована, и она останется в центре нашего внимания на следующий отчетный период. Практическая деятельность партии также получила довольно высокую оценку, начиная с внутрипартийной работы и заканчивая нашей деятельностью по поддержке народных предприятий. У нас есть не только программа, но и команда, которая способна ее осуществить. Выступление двух глав крупных регионов, Сергея Георгиевича Левченко и Анатолия Евгеньевича Локтя, на съезде показали, сколь эффективно в этих непростых условиях наши представители строят свою работу. Это означает, что у партии есть практический опыт реализации своих наработок, и правительство народного доверия на основе наших кандидатур может быть сформировано в любой момент. Съезд подтвердил выводы Центрального комитета о необходимости активной борьбы с такими явлениями, как антисоветизм, антикоммунизм, национализм и русофобия, показал угрозу не только для левых сил этих явлений, но и для страны в целом, для ее будущего. Подчеркнуто значение идейно-теоретической работы в жизни коммунистов. В устав партии при внесении туда поправок и уточнений внесено положение, которое обязывает членов КПРФ владевать теоретическими знаниями, иметь достаточно прочную марксистско-ленинскую подготовку. Съезд подтвердил и необходимость активной работы, активной деятельности партии в рабочей среде. Это самый широкий круг трудящихся, и кроме коммунистов их интереса защитить некому. Даны необходимые поручения депутатскому корпусу партии. Мы много законов смогли принять в прошедшие годы, много законов не смогли принять, потому что они были блокированы думским большинством. Но мы продолжим борьбу и за законы о детях войны, и за закон образования для всех, и за изменения в трудовой кодекс, и многие другие позиции будут отстаивать наши депутаты, как на федеральном уровне, так и на уровне региональном. Съезд подтвердил курс партии на сочетание выборных руководящих органов молодости и опыта. Целый ряд молодых наших товарищей были избраны в Центральный комитет партии, получили новые обязанности. Ну и, конечно, съезд нацелил партию на дальнейшую подготовку, активную, эффективную, результативную подготовку к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Геннадий Андреевич представил ту большую программу, которая намечена у нас на этом пути, и в ходе работы съезда состоялось вручение ленинских премий Центрального комитета КПРФ. Нездолго до этого они были восстановлены решением Центрального комитета и его президиума, и эти премии были вручены Павлу Николаевичу Грудинину, директору ЗОО «Совкусы» имени Ленина, и нашим известным публицистам, историкам, издателям Юрию Павловичу Белову, Юрию Васильевичу Емельянову, Ричарду Ивановичу Косолапову и Валентину Васильевичу Чикину, редактору газеты «Советская Россия». В результате такой дружной работы на съезде были избраны руководящие органы, в том числе Центральный комитет в составе 186 коммунистов, из них 29 женщин средний возраст, 54 и 80-х года. Избран большой корпус кандидатов в Ченн Центрального комитета, 125 наших партийных товарищей стали кандидатами в ЧНЦК, из них 18 женщин средний возраст 41 год и 38 человек избранных в состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии, тоже очень важный орган нашей деятельности. Из тех, кто имеет большой партийный стаж, прошел большой жизненный путь, имеет серьезный опыт партийно-политической деятельности, Центральному комитету предстоит сформировать еще и консультативный совет. Это совет мудрецов, который подсказывает выборным партийным органам решение наиболее сложных и наиболее важных вопросов. На первом организационном пленуме состоялись выборы президиума Центрального комитета, секретарей Центрального комитета. Дружно и единогласно на пост председателя ЦК поддержана была кандидатура Геннадия Андреевича Зюганова. И это, на наш взгляд, подчеркивает не только то обстоятельство, что лидер партии пользуется большим уважением в самой партии, в ее руководящих структурах, но и то, что у партии есть четкая, твердая позиция и есть понимание, куда двигаться, за что бороться. И вот это единство, которое демонстрирует нашего товарища в борьбе за общие цели, оно вылилось и в такое дружное решение всех кадровых вопросов, которые обсуждались и рассматривались в преддверии съезда и в ходе работы самого съезда. Клычков Андрей Евгеньевич, у нас избран с кадрём Центрального комитета, членом президиума. Он будет координировать и сосредоточить в руках все выборные основные процессы, выборную политику партии. Он обладает уникальным опытом борьбы на выборах, когда побеждал даже префект в Москве, руководил крупной фракцией, был членом президиума в предыдущем составе, хорошо развивается. Андрей Евгеньевич, пожалуйста. Ещё одним из важных направлений, помимо внепарламентской работы, является как раз работа депутатской вертикали. На сегодняшний день мы имеем фракции в 81 регионе, это более чем 340 депутатов региональных, 9 360 депутатов на муниципальном уровне, и по итогам последней избирательной кампании 42 депутатов. Для нас парламентская работа является важным направлением, потому что мы накопили за последние годы огромный потенциал, который является основой для работы в каждом региональном, муниципальном представительном органе, и этому направлению уделяется особое внимание. Здесь я имею в виду тот потенциал, который мы проработали и программно закрепили в части изменения социально-экономических подходов, как региональных, так и федерального уровня, о промышленности, реализации уже принятых законов на федеральном уровне о стратегическом планировании, закон о промышленности, о государственном оборонном законе. Сейчас по этим направлениям мы, безусловно, ставим задачи по активизации и будем реализовывать. Более того, за отчетный период более 900 проектов законов были нашими депутатами внесены на уровни Государственной Думы, 181 из них приняты. Похожесть считаться и на региональном уровне. И я думаю, что активизация и новые подходы в данной деятельности станут для нас залогом развития как и вне парламентской, так и парламентской деятельности. Мы сейчас готовимся к новому этапу выборов. В более чем 60 регионов готовятся различные избирательные кампании. Это и выборы губернаторов, выборы региональных ЗАГС-собраний, ну и, что важно отметить, выборы муниципальные органы власти. Сейчас партия ставит задачу не то, чтобы усилить, а делать акцент на данной кампании для того, чтобы формировать и партийную организационную структуру, и влияние, в том числе, на власть именно с муниципального уровня. Поэтому те 10 тысяч муниципальных депутатов, которые есть сейчас, это то начало, которое для нас, мы ставим задачу увеличивать. Здесь очень важен опыт наших коллег, наших товарищей, и Новосибирск, и Орел, и Иркутская область. То есть тот накопленный опыт, сложный для нас в определенной степени, для обсуждения, когда мы решали идти или не идти в исполнительную власть, показывает, что это правильное направление, наши товарищи показывают хорошие результаты. На съезде и Антолий Евгеньевич Локоть выступал, Сергей Георгиевич Левченко показал, что при должном подходе, используя тех наших программных положений, можно менять ситуацию в сложных регионах и выправлять ее перспективу. Для целей и выборов, и организации работы по депутатской вертикали мы провели уже достаточно серьезную работу с точки зрения научно-методической подготовки. Центр учебы при Центральном комитете выпустил 700 выпускников. Они направлены в регионы для организации этой работы, для реализации полученных знаний на местах. Но и в дополнение к этому важным является та работа, которая проводилась на уровне президиума Центрального комитета, консолидация всех народно-патриотических сил России. Мы приняли участие во всех заседаниях, начиная от Московского экономического форума. Геннадий Андреевич планирует принять участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, где наша позиция услышана. И те люди, которые долгое время заявляли о некой осторожности в союзе с нами, сейчас готовы с нами вместе идти. И мы будем работать с ними как на муниципальном, региональном, так и на федеральном уровне. Я думаю, что это тоже позволит и расширить наше влияние и возможности. Но и последнее, на чем хотелось бы остановиться, это выборные кампании. Готовясь к ним, мы понимаем, что каждый раз новые правила, новые условия, и мы считаем, что выборы должны быть выборами. Иначе никакой перспективы у государства в решении проблем без понимания существа сложности, понимания стороны людей нет. Поэтому мы максимально будем через парламентскую работу и через внепарламентские пути стараться заставлять в какой-то мере власть идти на честное проведение избирательной кампании. Мы надеемся, что это будет и в сентябре, и следующая предстоящая президентская кампания, но и на выборах мэра в Москве, не могу не сказать, тоже. Спасибо. Мария Владимировна Дробот, избранная секретарем ЦК по проблемам, связанным с детством. У нас дети оказались в стране во многом брошены. После гражданской войны мы быстро справились. 4 миллиона детей были отправлены в школу и все сделали, чтобы они стали полноценными гражданами. После войны 19 миллионов детей, которые оказались или сиротами, или просто с одной мамой, их советская власть и выучила, и выкормила, и помогла им стать очень активными гражданами строительства обновленного общества. Мария Владимировна будет заниматься предметно этой проблемой. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Все мы понимаем, что будущая страна это наши дети и молодежь, те, кому сегодня до 30, кто учится в школах, колледжах, институтах. И Коммунистическая партия Российской Федерации всегда уделяла особое внимание этому направлению работы. Три года назад известные события в Братской Украине создали тяжелую ситуацию на Донбассе. И по инициативе председателя партии Геннадия Андреевича Зюганова при его поддержке было создано движение «Дети России – Дети Донбасса». На сегодняшний день более трех тысяч детей уже оздоровились, подружились, ознакомились с достопримечательностями столицы. И эта работа продолжается и дальше. В настоящее время сейчас ребята оздоравливаются на территории Московской области. Мы активно развиваем и реализуем патриотические, просветительские, культурные проекты, такие как «Знамя нашей победы», «Юные герои Отечества», «Земля талантов». А в год, юбилейный год, столетие революции, развиваем проект «Знамя октября», «Знамя победы». Всероссийский проект «Земля талантов» призван привлекать и реализовывать таланты детей из малообеспеченных многодетных семей. Их творческий потенциал мы видим в реализации и отсматриваем в реализации отборочных конкурсов на территории всех регионов нашей страны, впоследствии, которые приезжают на финальный конкурс в город Москва. Мы понимаем, что Великий Советский Союз, которым главным девизом было «Вселучшее детям», была большая пионерская дружная организация. В этом году мы отметили 90-летие пионерской организации. Были дворцы пионеров, были пионерские лагеря. Все это радовало не только детей, родителей. Это было на пользу нашей стране. Мы никогда не отказывались от этого позитивного опыта. И ежегодно в стране проводятся пионерские линейки. 19 мая повязываются красные галстуки детям и подросткам. Не исключением стал и этот большой юбилейный год, когда на Красной площади, в сердце нашей Родины, порядка 5 тысяч детей мы приняли в наши пионерские дружины. В настоящее время по всей стране порядка 250 тысяч детей являются пионерами нашей организации. Мы не останавливаемся на достигнутом, мы продолжаем развивать это направление и стремимся к объединению в союз пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина по всей стране. Впереди нас ждет 1 июня, День защиты детей. Во всех регионах пройдут праздничные, торжественные мероприятия. Будет пройдет посещение детских домов, реабилитационных центров. Постараемся не оставить без внимания разных-разных детишек. И борясь за улучшение положения детей и молодежи, мы добиваемся ее перехода на позиции социализма. Как доказала история, только социалистическое общество обеспечивает полноту реализации интересов молодого поколения. Спасибо. Спасибо. Исаков Владимир Павлович занимается молодежным проблемами. Он избран секретарем ЦК по делам молодежи. Тем более предстоит Всемирный фестиваль молодежи. Владимир Павлович участвовал в подготовке целого ряда крупных международных акций и организаций. Является активным лидером. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники. Мы, в отличие от наших политических оппонентов, никогда не рассматривали молодежь как объект электоральных битв, а всегда на нее смотрели как на будущее нашей Родины. В этой связи мы всегда были инициаторами достаточно системного подхода. И наша работа охватывает, я не побоюсь этого слова, все сферы молодежной среды. Мария Владимировна уже говорила, это и гражданско-патриотическое воспитание, уроки мужества, патриотические уроки, выставки, пожалуйста. Это творчество, конкурсы, фестивали, они абсолютно бесплатные для ребят, для молодежи. Много наша партия комсомол уделяет спорту. У нас замечательная мини-футбольная команда, которая добивается больших успехов. И наши команды представлены на региональных и на федеральных уровнях достаточно серьезно. Действует четкая система у нас линейки, которую мы сохранили и гордимся ей. Пионер, комсомол, партия, в принципе, 17-й съезд, он достаточно серьезно укрепил позиции молодежи, как раз отразил наш системный подход. Я хотел бы отдельно остановиться на 19-м всемирном фестивале, который в октябре пройдет в Сочи. Это действительно большое мероприятие, которое сохраняет в себе лучшие советские традиции, которые были. И нам хотелось бы отдельно, конечно, сказать о том, что для нас очень приятно, что на этом фестивале будет широко отражена тема «Столетие Великого Октября». Будут действовать дискуссионные площадки, лекции, выступления крупных, очень масштабных людей, которые были связаны с фестивалем и которые вели его. И, конечно, огромные, большие выставки. Я хочу сказать, что к столетию нашей организации «Комсомола» в 1918 году она была создана, и в 2018 году ей будет 100 лет. Мы подходим сильной, боеспособной организации, отвечающей на все современные тенденции. Спасибо большое. Переходим к вопросам. Вопрос, товарищи, в центре Томаре Бучковской, Рассвен ТВ. Дело в том, что наши телевизорители волнуют по-прежнему вопрос судьбы Макгалей Ленина. И не будет ли он задрапирован в столетию октября? Это очень важный вопрос. И еще. Вы принимаете активную участие, Владимир Андреевич, в создании памятника Крыму-Потемкиным? На какой стадии это строительство? И поздравляю вас с удовольствием. Да. Спасибо. Мы перед съездом выпустили огромным миллионным тиражом наш политический отчет. Вы, наверное, обратили внимание, даже здесь, в этом отчете, мы особо подчеркнули, что недопустимо уродовать исторический облик Красной площади. Она занесена в сокровищество ЮНЕСКО и охраняется мировой практикой и опытом. Странно, довольно мавзолей, которому бросали фашистские знамена, мавзолей, на котором принимали главный парад, парад победы. Мавзолей, из которого приветствовали первого космонавта Юрия Гагарина, он действительно стыдливо адапируется. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо и, мягко говоря, странно. Странно, потому что, когда идут войска и солдаты, они несут знамя победы, знамя России, одновременно знамена всех боевых частей, которые обеспечили нам великую победу. Поэтому надеюсь, что и президент, и руководство в целом страны прислушаются к мнению граждан. Граждан не удовлетворяют то, что на главном параде страны сегодня происходит совершенно ненужная никому драпировка. Драпировка не просто мавзолея, а нашей самой великой эпохи. За тысячу лет советская эпоха была в истории нашей страны самые выдающиеся. Распавшуюся империю собрали на съезде в силу того, что цен был поставлен труд, дружба, справедливость и равенство. Вот. Сумели... Я вчера, кстати, на Первом канале, хочу поблагодарить, давно не видел, сейчас есть сериал, связанный с нашей историей, подробно освещали вклад советской экономики в годы войны и впервые назвали, что было построено 9800 лучших предприятий. Впервые сказали, что советская техника оказалась мощнее всей техники не только гитлеровской Германии, но и всех заводов и фабрик, а Гитлер подмял под себя всю экономику континентальной Европы. Только не справилась с нами. Одновременно показали, каким образом советское правительство под руководством Сталина реализовывало эту идею. Мне, если эта правда начнет пробивать себе дорогу, думаю, она и сломает вот те драпировки и барьеры, которые вдруг возникают с недобрых времен Ельцина. Давно надо от этого отказаться. Не хотите, боитесь пока подняться на мавзолей. Ну, я не исключаю, может быть, еще и неудобно. Потому что там построили за 10 лет почти 10 тысяч лучших предприятий, а здесь за 20 лет еще не достигли 91-го года. Может быть, скромность тут и не помешает. Но одновременно надо, чтобы люди видели нашу уникальную историю. Ведь проводим там и литературные вечера, и композиции, и выставки. Никто не драпирует. Никакого смысла не драпировать, тем более на Параде Победы. Что касается памятников Потемкину. Потемкин сделал на юге то, что сделал Петр Первый на севере. Петр Первый пробил дорогу на севере, на Балтике, на Ладоге. Он решил проблему. Вот, по сути дела, после того, в 1903 году был заложен Санкт-Петербург. А через 9 лет уже туда столица переехала. А на юге эту проблему решил Потемкин. Решил гениально. И в Севастополе там есть великолепный памятник и воинам-освободителям, и памятник Ленину, и Екатерине, и Нахимову. Вот сейчас завершили подготовку прекрасного памятника Потемкину. Уже отдали на отливку. Если будем добросовестно трудиться и работать, то в этом году он найдет свое место на берегу этого уникального залива, где формировался наш Северноморский флот. В связи с Вашими поздравлениями об избрании в адрес Геннадия Андреевича, хочу еще раз подчеркнуть, что при выборах в руководящие партийные органы в полной мере был реализован выработанный ранее принцип о необходимости сочетания опытных и молодых партийных наших товарищей. 349 человек в общей сложности избрано в состав центральных партийных органов. Здесь есть и в хорошо известной стране партии люди с большим опытом, такие как Иван Иванович Мельников, Владимир Иванович Кашин, Николай Иванович Васильев, Николай Васильевич Коломейцев, Валерий Фришрашкин, Сергей Николаевич Ришульский, Харитонов, да, и многие другие наши товарищи. Ну и вот доверие на ответственных очень участках работать оказано нашим молодым коммунистам. Вот здесь присутствуют Мария Дробот и Владимир Исаков. У нас новые обязанности дополнительные получил лидер пензенских коммунистов Георгий Камнев, первые секретари региональных комитетов Анатолий Долгачев, Мария Пурсакова, Александр Ивачев стали членами Центрального комитета партии, и в этом отношении вот этот принцип соединить молодость и опыт с 17-м съездом партии был осуществлен в полной мере. Вопрос такой. Какие меры по преодолению социального и динамического кризиса в России предложил 17-м съездом партии? Я очень надеюсь, что все-таки внимательно изучат товарищи материал, он есть на сайте. В том числе и у нас мы выпустили двухмиллионным тиражом Высшее знамя Великого Октября, знамя созидания и знамя патриотизма. Программа сформирована из 10 пунктов. Возникает первый и главный вопрос. Если мы все говорим о развитии, то надо вкладывать определенные средства для того, чтобы это развитие наступило. Советская страна вынуждена была все собрать в пулак и закладывать индустриальную базу, строить крупные заводы. Понимаю, что будут заводы, нужны инженеры и специалисты, нужно грамотное население. За два года открылись 100 педагических вузов. Сознавая, что нужна суперсовременная наука и нужны новые самолеты, трактора, машины, были созданы уникальные КБ. В это вкладывались последние средства, в том числе и то, что недоставало, брали непосредственно в той же деревне, у крестьян, но направляли в развитие. Сегодня бюджет страны 13,5 триллионов. Бюджет развития, вам скажет любой специалист, начинается с 20, примерно 2 триллионов. Желательно 25. Где взять дополнительно 10 триллионов рублей для того, чтобы обновить основные фонды? Износ их превысил 50%. Во многих отраслях аварийное состояние. 40% граждан живет в жилье Хрущевской эпохи. Из миллиона километров трубопроводов, на которых стоит страна, от огромных сетей до квартальных сетей, от магистральных трубопроводов, из миллиона 600 тысяч сгнили, и они продолжают рваться и взрываться. Если вы сейчас не начнете это все обновлять, ситуация аварийная будет только усугубляться. Давно понятно, что нужны вложения. Запад ввел санкции. Кредиты вам дешевых не дают. Недавно Трамп и вся его компания, к сожалению, снова подтвердили, что санкции из России не снимают, а если вдруг она не так будет вести, могут даже усилить. Принимайте решение, президент страны Путин, премьер Медведев, принимайте решение. Вы должны предложить вариант. Я его не вижу. Я вот сейчас прочитал эту тугомотину Кудрина, которую снова тянут на престол, в данном случае, похоже, премьер. Там нет ничего. Где есть деньги, которые можно взять сегодня? У нас 10 тысяч рудников, но вам ничего не принадлежит. Их поделили 15 кланов. И деньги не хотят даже хранить в своих банках. 70 миллиардов за последние доллары в два года отправились за рубежные банки. Каким образом можно использовать эти ресурсы? Ну давайте проведем референдум о национализации минеральной сырьевой базы, чтобы она вся работала не на 15 олигарховых кланов, а на всех граждан страны. И вы получите минимум дополнительно 3-4 триллиона рублей в казну. Это будут честные решения. Да, частные предприятия пусть тоже добывают, работают, но вы сумеете аккумулировать средства, которые направите на решение главных задач страны. И в царской, и в советское время была монополия на спиртоводочную промышленность. Не я это придумал. А все понимали, что это живые деньги. Вечером посчитали, и 100 рублей дохода в царское время эта отрасль давала 30-35 рублей. В советское 25-30 рублей. Сейчас дает 80 копеек. Остальные деньги рассовывает спиртоводочная мафия по карманам. И плюс 40 тысяч человек травит паленой водкой. Кто вам не дает принять решение? Кого вы боитесь и почему вы не хотите взять под государственный контроль эту важнейшую отрасль? Это касается табак. Во-первых, табака. Вы получите доброкачественную продукцию. Во-вторых, вы отрегулируете цены. И в-третьих, вы еще в казну минимум 2-3 триллиона получите. Из 20 ведущих стран только наши не ввели прогрессивную шкалу налогов. Почему везде она есть, а у нас нет? Ну нравится Путину Германии? Ну введите 30-35. Нравится Америка? Примерно столько же. Нравится Китай? На 3-4 процента меньше тоже. Нравится... Почему у нас полунищий врач должен платить такие же, как и легарх? А недавно еще из-за дивидендов брали 9 процентов, там, мест 13 и больше. Мы внесли щадящую шкалу. Но она бы дополнительно тоже дала еще пару триллионов. Я вам назову еще целые проекты. В стране море леса. Мы доходы от леса получаем меньше, чем Финляндия и во много раз меньше, чем Германия. Кто вам не дает купить 150 заводов, я их за год поставлю, по глубокой переработке древесины. Вам с удовольствием поставят и Финляндия, и Швеция, и Норвегия, и Дания. Технологии отработаны. У вас никаких отходов. У нас стоят леса переспели. Они уже гниют. Их караэт сожрал. Сто тысяч гектаров караэт сожрал в Подмосковье лес. Лес это действительно национальное богатство. Оно превращается в суббитв. Пожары, караэт. Вместо того, мы пять раз вносили закон о лесе, о воде, о природе. Смотрят. Я даже записку носил Путину, как это было при Петре, как было в Германии, как было в Финляндии, как было в Совет стране. Последний раз придется, я говорю, вот рядом Братская Белоруссия. У нас леса горят, а у них не горят. Почему? И показал, как система охраны лесов организована. Ухода, воспроизводство. У нас Кашин уже устал им тысячу раз объяснять, что можно сделать. Вот сейчас с Левченко пытаемся реализовать эту программу в Иркутской области. Но это общенациональная программа. Вот вам возможность уже в ближайший год сформировать полноценную кассу для того, чтобы тогда вы можете говорить о модернизации. Почему? Потому что вы тогда из этой суммы возьмете и 10% направите на деревню. Вы получите свое продовольствие. Оно будет качественнее, лучше, без химии. У нас уже молоко без молокопродуктов, без молока, уже мед без нектара. Уже не поймешь что, уже мясо, колбаса без мяса. Черт-те что, жутко некоторые продукты. Но вы тогда получите то, что нужно. Поддержите своего товаропроизводителя. Вы вложите 7% образования. Примерно столько же в науку. Никто в мире не провел модернизацию, не вкладывая 7% в науку. Китайцы удваивают. Послали своих учиться во всемировой воздух. У нас полтора миллиона человек работают в чужих лабораториях. Не рожали, не учили, не платили. Пригласите завтра. Постройте ему хороший дом. Он вам привезет новые технологии, новое управление, уникальный опыт зарубежных ведущих фирм. Они вам позволят рвануть страну вперед. И таких у нас 10 конкретных позиций. И еще одно очень важное. Нас может взорвать изнутри вот эта русофобия, антицоветизм и национализм. Мы уже раз обожглись. Украина развалилась на этом. Сейчас опять вздули волну. Что такое нынешняя наша олигархия зарубежная? Это откровенные компрадоры с гигантскими деньгами. Уже Ходорковский принял решение своей командой осенью прошлого года сделать ставку на Навального. Если объединяется антинациональная олигархия, антирусская компрадория, если объединяется олигархическая навальщина, вы извините, вы получите то, что уже взорвало Украину. Тогда принимайте меры. Ну а меры надо принимать прежде всего в школе. Мы подготовили закон образования для всех. Ничего не делается. Я вот смотрю, бьется, как рыба об лед, новый министр образования. А это либеральным мафия нам приперло закон, который написали за кордоном еще в 1994 году с этой бабой Егой. Это не образование, это незразумение полное. Все готово. Нобелевский лауреат у себя создал уникальное учебное заведение. Школа, лобастые талантливые физики и математики. ВУЗ, блестящая организация учебного процесса. Академия, где ученые и академики шествуют над талантливыми ребятами. И опытное производство, которое рождает новые элементы. Кто вам не дает взять и внедрить в стране коллекульсивых институтов? У нас в Новосибирске 25 лучших институтов в академии. Кто вам не дает их продержать и профинансировать? Почему они строят коллайдер в Европе? А у нас каждая идея натыкается. Вот суть нашей программы. Она прописана в деталях. Подготовлены законы. Есть специалисты. Мы опробировали в народных предприятиях. Зову, десятый раз зову. Вот приглашаю. Веси 24, покажите. Вот рядом совхоз имени Ленина. Приедьте и гляньте, как организовано производство. Сейчас дали школу будущего. Ни копейки у государства не взяли. Заплатили миллиард пятьсот миллионов. Это не школа, это фантастика. С полным оборудованием сдали все. Приезжайте, мы вам покажем, расскажем, как это будет. Сдали не 15 августа, а к первому июню, Дню защиты детей, чтобы было три месяца у педагогов, освоить все это дело. Рядом детский сад потрясающий. Напротив, парк детский по мотивам сказок Пушкина. Все доступно и бесплатно. Средняя зарплата 77 тысяч рублей. Кто вам не дает, господа, развернуть работу по созданию народных предприятий в державе? Вы получите эффект колоссальный. Подготовлено 10 фильмов. Не могу пробить по 25 минут. Показывают, что только угодно. Я иногда в этой информационной передаче смотрю, уже от жиреновщины скоро тошнота у всей страны наступит. Кому это нужно с утра до ночи крутить эту фигню? Вы же в фризисе. Вы продолжаете проседать. Нищета нарастает. Недовольство массовым становится. Кто вам не дает показать, как люди работают, живут и решают проблемы даже в этих условиях? Поэтому мы сделали сердцевиной доклада эту программу. И под нее подготовили всю линейку законов, реального опыта, состав кадров. Я извиняюсь, что пространно рассказываю, но давно все это просится. Мы же сидим на пороховой бочке. У нас за последние годы на 20% обнищало население. 72 человека из 100 живут в месяц от 15 тысяч рублей менее. Цены прут, а казна у простого человека все уже и ниже. И вся эта дутая стабильность может лопнуть и взорваться в один момент. Поэтому нам надо сейчас принимать решение. Студенка Российского государственного социального университета Алисия Рукова. Слушаю, отвечаю. Станин Андреевич, хотела бы не услышать, что предлагает КПРН для организации детского отдыха в эти периоды? Мы, во-первых, активно поддерживаем создание лагерей. Сейчас, к сожалению, нет такого, как в советский период времени, доступность пионерских лагерей, когда дети могли по нескольким направлениям. Это были и пятидневные лагеря, и лагеря полного цикла. То есть на две, на три недели они были оздоровительные. Геннадий Андреевич после присоединения Крыма к Российской Федерации активно поддерживал возрождение Артека и добивался восстановления Артека, выделения финансирования на восстановление Артека. Не далее, как в начале мая делегации мы выезжали в Артек, прекрасно восстановленный. Заехала смена 30 тысяч детей, 9 пионерских лагерей на территории Артека. 3 тысячи детей, 9 пионерских лагерей работают сейчас. Мы провели там несколько открытых уроков на тему Знамя Победы, юные герои Отечества. Тема вообще этой смены была именно патриотическая. У них великолепные программы на развитие оздоровления детей. И в ближайшее время будет открыта Артек. Артек-арена, это вот к следующей смене 16 июня будет открыта Артек-арена. Благодаря Геннадию Андреевичу этот комплекс для проведения у них массовых мероприятий, чтобы единовременно можно было собрать всю смену лагеря, будет он уже 16 июня открыт. Во-первых, я бы еще хотел сказать, что мы уже не первый год занимаемся стройотрядным движением. И это движение у нас действует во многих участках нашей страны. Это и в Сибири, и в Дальний Восток, и в Урал, и по Волжье, Центральный федеральный округ. И самые, конечно, значимые такие стройки сейчас проходят в Белоруссии. Великолепно выезжает наш сводный комсомольский отряд туда. Ребята, кто не партийная молодежь, к нам присоединяются активно. И активно, вот последняя большая стройка была, стадион «Динамо» в Минске. Ребята вместе строили из России, Украины, Грузии, естественно, самой Белорусы. Великолепно это мероприятие прошло. Я подчеркиваю, что много было ребят с именно не партийной молодежи. Они к нам приходят, активно на нас выходят, как можно записаться в добровольческие стройотряды. И отдельно хочу сказать, что не первый год у нас действует акция «Комсомольское лето». Это во всех федеральных округах ребята проводят слеты, лагеря. И опять же я подчеркну, что все больше и больше мы привлекаем ребят не партийных. Студенты, школьники, пожалуйста, могут несколько дней с нашими ребятами поработать. Это очень интересно, подружиться, ознакомиться с программой работы партии «Комсомола». Поэтому программа очень широкая, во всех федеральных округах проходят такие лагеря. Поэтому оставляйте ваши контакты, мы на вас с удовольствием выйдем и пригласим вас. Спасибо. 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 Когда мы сейчас отчитывались о проделанной работе, у нас была возможность сказать о довольно большом круге событий, произошедших с участием Компартии Российской Федерации на международной арене. Принципиально важные даты мы отметили за прошедший год, например, 70-летие победы над фашизмом. В дни празднования этого знакового события здесь, в Москве, состоялась большая встреча шести международных организаций. Это и Всемирный совет мира, и Всемирная федерация демократической молодежи, и Ассоциация юристов-демократов, и Ассоциация борцов сопротивления, и Всемирная организация женщин. Таким образом, Компартия России была инициатором проведения этой встречи впервые за многие десятилетия. Впервые, по сути дела, прошла такая встреча этих демократических объединений, организаций, в создании которых активно участвовали в свое время общественные организации Советского Союза. Но, несмотря на разрушение нашей большой и великой Родины, СССР, эти организации живут, существуют, действуют и сегодня. Имеют представительства при организации объединенных наций, при других структурах. И вот такого рода форумы проводятся регулярно с участием самых разных левых партий и с нашим участием. Международный отдел эффективно довольно работает у нас. Сейчас мы активно готовимся к 19-й встрече, международная встреча коммунистических рабочих партий. Она пройдет в ноябре месяце в Санкт-Петербурге и Москве. Решение о ее проведении принято осенью прошлого года на 18-й встрече в Ханое. И довольно активно поддержана была идея о том, чтобы вот эту очередную 19-ю встречу проводить в России в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому наше взаимодействие с левыми партиями и общественными организациями устоявшееся. У нас есть договор о сотрудничестве со многими партиями. У нас есть договор о сотрудничестве с Коммунистической партией Китая, Вьетнама, Корейской Народно-демократической республики. И это да, Кубы. И это не просто соглашение о намерениях, где мы фиксируем свои дружеские и товарищеские взаимоотношения с этими партиями. Это работающие документы, в соответствии с которыми происходит обмен мнениями, обмен ключевыми документами, обсуждение общих подходов на международных встречах. Происходит обмен делегациями. Мы провели вместе в Хабаровске в честь 70-летия Победы крупное мероприятие с нашими китайскими товарищами. У нас ежегодно большие делегации молодых партийных работников КПРФ бывают на стажировке в КНДР, изучают опыт реформ. У нас только что вернулась делегация из Южноафриканской республики. Впереди несколько мероприятий, которые пройдут в Чехии, Венесуэле и в других странах. Поэтому наши международные контакты достаточно широки. Мы считаем, что именно такое взаимодействие позволяет сейчас коммунистическому движению, левому движению мира выйти из того кризиса, в котором оно пребывало в 90-е годы в связи с разрушением социализма в СССР и в ряде восточноевропейских стран. У нас уже более 100 заявок на торжества, посвященные столетию Великого Октября. Это будет как бы в два тура. Вначале соберемся в Ленинграде, в Питере, где пройдет 19-я встреча коммунистических рабочих парков. Там же мы посетим Смольный, где Ленин провозгласил о рождении советской власти в нашей стране. Затем крейсер «Аврора», этот уникальный корабль, где сохранилась вся экспозиция, посвященная нашей истории. Это один из самых уникальных кораблей на планете, который пережил все войны и стоит на боевом дежурстве. И затем в юбилейном будет дан большой литературно-музыкальный концерт, представление. Для участников туда приедут гости со всей страны более 4 тысяч человек. Затем вернемся в Москву, где будет серия мероприятий. И международный диалог вызовет 21 века и обновленный социализм. Пройдет большая манифестация и торжественный митинг. Так что приглашаем вас участвовать во всех этих мероприятиях. Я в своем выступлении упомянул 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Международная заявка 10 тысяч участников. Да, Европа пока по заявке немного отстает от Южной Америки и Азии. Там действительно заявок больше. Но, насколько я знаю, что и в Италии есть подготовительный комитет по отбору участников. И левый блок достаточно широко будет представлен делегацией. Мы обратились с призывом, чтобы как раз на 19-м Всемирном фестивале левые силы объединились и выступили там единым блоком. Программа будет очень интересной. Как я уже сказал, по столетию Великого Октября очень широко она будет представлена. Я думаю, что вашим молодым товарищам у нас в России будет очень интересно на фестивале. Если позволите, такой вопрос, который волнует нас, журналистов. Кто в новом составе руководства будет курировать информационную политику. А потом, кто отслеживал как-то сест, который прошел выходные. Может, только мне так показалось. Прежде было много дискуссий, когда выдвигали кандидатов, обсуждения. Сейчас как-то прошло все мягко и очень предсказуемо. Может, я не прав, да? Вот на эти два вопроса в том еще есть. Мы живем действительно в информационном обществе. Я утром встаю рано, в 5 и начинаю смотреть все основные информационные программы. Я с уважением отношусь к вести 24, которые дают много полезной информации. Иногда непосредственно заседания и встречи, что позволяет видеть из первоисточника ситуацию и оценивать ее по достоинству. В целом, информационная сетка настолько насыщена, но иногда она, к сожалению, бывает однообразной. Мы решили исправить у себя это положение. У нас сегодня газета «Правда», которая выпускает иногда выпуски до 5-7-10 миллионов экземпляров. Народная газета «Советская Россия». У нас активно берут целый ряд изданий патриотической ориентации. Нам, как правило, всегда помогает газета «Завтра». У нас создан блок своей местной печати, примерно сейчас 100 годов, да, и столько же сайтов, которые освещают нашу деятельность. Мы вывели на свой сайт основные информационные потоки, которые позволяют оперативно передавать все, что мы видим. Мы даже, наш телеканал «Красная линия» ввел прямой репортаж со съезда полностью в течение всего дня. Мы имеем сегодня свою киностудию, которая выпускает очень интересные документальные фильмы. «Красная линия» работает в круглосуточном режиме, и она наращивает свои возможности. У нас есть те друзья и союзники, которые активно нам помогают сегодня внедряться на различные сайты. И мы усилим эту, утроим эту работу. Мы понимаем, что такое социальные сети. У нас в целом будет работать и координировать эту работу Мельников, мой заместитель по этим проблемам. Но ему максимально будут помогать наши молодые секретари, потому что каждое издание будет иметь свою страничку. «Комсомол» — свою страничку, военно-патриотическая работа — свою страничку. Короче говоря, на этом направлении сосредоточены значительные ресурсы партии, и мы утроим свои возможности. Что касается выборов, прошедших счетно-выборной кампании, мы, собственно говоря, с этого начинали. Это обычная процедура, которая начинается с первичных партийных отделений. Делегаты выдвигаются на районные конференции городские, затем избираются делегаты на областные краевые республиканские конференции, и далее делегаты на съезд. То есть обычная схема, она использовалась и при подготовке других отчетно-выборных съездов. Где-то на конференциях в регионах были жаркие дискуссии, споры по поводу делегатов, где-то было довольно, как бы, единодушие было в большей степени проявлено. Ну, понятно, что желание присутствовать на съезде, это понятное желание, которое проявляли многие наши товарищи, и избранные были наиболее достойны. Симония, далеко правду. В Вашем выступлении, Геннадий Андреевич, звучал тезис о необходимости наращивать их борьбу на улицах и площадях протестных дел. Ну, известно, что в 1903 году Владимир Андреевич Ленин звал партийные организации выводить людей на улицу. И тем самым, значит, которые продолжают эту линию, которую Владимир Андреевич Ленин наметил. Ну, вот, небезызвестный вам Кагажинский как-то сказал, что, значит, в нашей акции вносят ритуальный характер. Ну, имел в виду, конечно, 23 февраля, 9 мая, 9 мая, 7 доября. Но он, конечно, был неправ, потому что это не только неправ, но это и неправ. Но, кроме того, мы расширили, проводим всероссийские акции протеста, которые организуют общероссийский штаб протестных действий, в который я сказал, что это право. Но, Вы знаете, иногда, так сказать, звучат такие слова, что секретари устали организовывать эти всероссийские акции. Вот такой у меня вопрос такой. Имеют ли право коммунисты уставать от своей работы? Спасибо. Так и нужна страна. Спасибо. Вопрос кадровый, наверное. В штабе протестных действий, Вы знаете, около 40 организаций. Женские, студенческие, ветеранские, творческие организации, военно-патриотические. Я считаю, что штаб делает очень полезную работу. С другой стороны, я не раз заявлял своим, если Вы не будете тренироваться, не участвовать в городских, районных соревнованиях, республиканских, Вы никогда не победите ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. Никогда. Поэтому, если устал, зови смену. Сейчас подошла очень хорошая смена. Открывай возможность им проявить себя. Дай возможность организовать им соответствующую акцию. Активнее привлекайте, прежде всего, молодое поколение. Я уверен, что протест будет нарастать. Это очевидно. Мы провели полсотни таких акций. И все последующие акции были более многочисленными и более молодыми. Что касается оценок власти, она боится показывать. Но я особо сделал замечание. Если власть боится показывать хорошо организованную партию с уникальным опытом столетней борьбы, с потрясающими результатами воссоздания единой страны, великих побед и прорывов. Если вы без конца жуете жвачку относительно либерального протеста, то вы готовите нам ту же судьбу, которую мы получили в 1991 году и Украина три года назад. Если вас устраивает, нас это категорически не устраивает. Потому что я не вижу на том фланге ни программы, ни лидеров, которые могли договориться, ни конкретных предложений по формированию правительства достойных. Не вижу. Не вижу никакого опыта созидательной работы. Но вижу те же провокации вытащить школьников и попытаться их лбами столкнуть с полицией, чтобы завтра пришли отцы, деды и бабушки. И все это превратилось в очередной российский Майдан. Я в этом вижу угрозу всем нам стабильности и в целом держать. Поэтому наша задача наращивая протест, одновременно хорошо его готовить, организовывать, четко выдвигать требования, иметь свою ответственность перед гражданами страны и тех, кого ты выводишь. Вот это принципиальная наша позиция. Я считаю, что мы будем наращивать протест и удвоим-утроим его. Но он должен быть исключительно созидательным. Протестуя, предлагай. Предлагая, выдвигай кадры, способные это решать. Вот наша задача. Говоря о протесте, мы зачастую не в полной мере оцениваем то, что сейчас имеет место в регионах. Например, в Москве мало кто знает, что ежедневно подается около 40 заявок на митинги, пикеты, и это каждодневная ситуация. И когда мы видим, что люди выходят и требуют от власти внимания через протестные мероприятия с участием наших депутатов, наших представителей, понимаем, что здесь необходимо не просто требовать, но необходимо конкретно предлагать, что мы требуем от этой власти и добиваться этих решений. И, безусловно, говоря в самом начале нашей пресс-конференции о парламентской деятельности, мы ставим на сегодняшний день задачу реализовать, в том числе через протестную активность нашу, совместно с депутатами, те требования, которые мы заложили изначально, начиная от федерального уровня, заканчивая на муниципальном. И тогда есть перспектива, скажем так, понятных основ для этого протеста. Поэтому сейчас мы и по Москве, и по другим регионам ставим в самосвязь именно два этих направления, которые могут показать и результативность, и, скажем так, дать возможность людям поверить в свои действия, их смысл. Спасибо. Именно потому, что мы нацелены на решение проблем, а не только на их фиксацию, в протестное движение Купартия России активно включает свой депутатский корпус. Мы такую форму, как встречи депутатов с населением, активно используем для того, чтобы обсуждать наиболее острые болевые точки. И считаем, что то, что сегодня партия власти идет на сужение этих возможностей, то, что она требует разрешительного принципа на проведение встречи с избирателями, не будет способствовать выявлению проблем и их решению. Мы направляем депутатов на участие в протестном движении еще и потому, что это те люди, которые хорошо знают всю ситуацию с финансированием тех или иных отраслей. Вот сегодня возникал вопрос о детском оздоровительном отдыхе. Мы, когда голосуем против бюджета в Государственной Думе на очередной финансовый год, мы исходим из того, что целый ряд отраслей и сфер не получают необходимого финансирования. Сфера летнего отдыха в том числе, сфера образования в том числе, сфера ЖКХ в том числе. И поэтому вот это решение, ограничивающее возможности депутатского корпуса проводить встречи с избирателями, мы оцениваем как крайне недальновидное, которое будет только способствовать нарастанию протестного движения, причем в самых таких деструктивных формах, возможно. Я не могу не спросить, вот реализация всех планов и партии, не только вашей партии, развития страны, во многом зависит от того, какова у нас будет международная обстановка. И хотел бы вас попросить, может, коротко сделать акцент на то, что сейчас происходит, с учетом, да, у нас три болевых точки. Там белая текущая Украина, есть Сирия и особо тревожит регион, который вокруг, Северная Корея и все, что делается вокруг него. Отчего бы вы хотели предостеречь в этом плане? И сразу же другой вопрос. Важны оригинальные выборы? Ну, если кто-то ответит, когда партия начнет подготовку все же президентским выборам? Вы задаете, говорите, короткий ответ, а задаете вопрос на докторскую диссертацию. Первое главное, не осознали ни политики, ни государственные деятели, что бушует третий системный кризис. Два предыдущих закончились мировыми войнами. В эпицентре обоих войн оказалась наша страна. Великий Октябрь вытащил из одного кризиса и воссоздал единую страну в форме СССР. Наша великая победа в мае в 45-м вытащила мир из-за второго кризиса. И этот третий кризис, девятый год полыхает. Начался он в Уолл-Стрите, в цитадели американского империализма. Проварилось в яму этого кризиса 200 стран. Локомотивом вытаскивания из кризиса мира является Китай. 30 лет демонстрирует самые высокие темпы. 700 миллионов человек вывели из полной нищеты. И сегодня китайская экономика показывает уникальные темпы развития. Вот пример для Путина, Медведева и правительства. Ездите туда, посмотрите, почему такие высокие темпы. В чем суть стратегии Китая. Каким образом им удается решать проблемы. Они уже к трем столетиям готовятся. 100 лет партии в 21-м году, 100 лет республики в 49-м году. И 100 лет реформы Данциапина в 78-м году. А здесь на 2-3 года вперед не могут рассчитать элементарный план развития страны. Откажавшись полностью, все крутится вокруг сводки текущего дня. Таким образом нельзя вылезти из кризиса. Это первый вывод. Второй вывод. Мы не нужны сильные и грамотные в этом мире, кроме себя. Никому не нужны. Поэтому опирайтесь на собственные силы. Используйте современные технологии. И решайте проблемы. Вокруг нас три пороховые бочки. На Украине, на Ближнем Востоке и в Прибалтике сформировали военный блок, который стоит 140 километров от Ленинграда. В гробу перевернулись все наши солдаты и командиры. Если бы узнали, что случилось, тогда выстраивайте свою, в том числе, военно-политическую стратегию, исходя из этого и не из благих пожеланий. Власть захватила на Украине абсолютно антинациональная группировка, которая решает одну задачу. Разорвать окончательно, вплоть до родственных связей, и угробить тысячелетнее то, что прорастало тысячу лет. Тогда займите стратегию такую, чтобы эту власть выдавить оттуда. Это вполне по силам. А вы не можете информационную политику выстроить так, чтобы информационно слышала вся Украина. А там одних русских 12 миллионов и 24 миллиона считают русские за их родным. А там принимаются вообще идиотские решения. Идиотизм не лечится, поэтому рассчитывать, что там придет кто-то и примет, это абсолютно наивно. Тогда признайте Донецкую и Луганскую республику и заявите, мы будем отстаивать там свой интерес. Никогда там НАТО не будет на Украину. Заявите громко, чтобы все услышали. Потому что подлетное время от Харькова до Центра управления Москвы. Где-то три минуты, вы что-то не оденете, пока вам все без точек. Киберопасность стоит за спиной у каждого. Почему вы не отрабатываете? У Белогейца из 100 лучших математиков 50 русские. Пригласите, они вам решат любую задачу. И любые секреты вскроют, если вам потребуется. Без лишней разведки и так далее. Вы должны принимать решения сообразно обстановить. А у нас все занимаются. Страной такой, как наша, не правят ни пиаром, ни болтовней. Она правится только сильной рукой, грамотной головой и очень волевым характером. Таким материком нельзя управлять сказками и болтовней бесконечно. Вот моя личная точка зрения. Я бы проводил иную политику. Я за мир и дружбу. Абсолютно не воинственный. Но я вижу, что обложили со всех сторон страну. И сейчас начинают урезать в том числе и программы. Я добивался 10 лет, чтобы МИГ-31 на стопеля поставили. Это лучший истребитель сегодня в мире. Он нам прикрывает весь север. У нас 6-5 полков было от Мурманска до Дудинки. Они все выходили в свой ресурс. Решайте эту проблему. У нас есть головы, которые давно решили, как бороться с беспилотниками. Не можем никак поставить на поток эту работу. И все это кусками, фрагментами. Нет цельности. И главное, нет исполнителей. Тогда сделайте реконструкцию управления. У нас Дума сидит, заседает с утра до вечера слушать Жириновску, болтовни, вместо того, чтобы принимать решения. И никак, как следует, бюджет не сформирует. Ситуация сложная, но я не драматизирую. Я считаю, можно вполне справиться. Но надо собирать вокруг президента сильную команду, которая могла бы советовать, решать. А не эта старая команда, которая, кроме как делить собственность, больше ничего не умеет. Для нас выборы – это серьезный рубеж. По-прежнему, по итогам съезда решение принято. Оно будет реализовано дальше. Иван Иванович Мельников возглавляет выборный штаб. У нас сейчас уже прошел этап по многим регионам. И президиум подтвердил предложение региональных отделений по выдвижению кандидатов в губернаторы. Плюс регионы представляют план уже состоявшихся и планируемых действий по региональным выборам. Также, как я уже говорил, планируется постановка задач, я думаю, что реализация по увеличению количества выдвинутых кандидатов в муниципальных выборах. Потому что все-таки это основа для дальнейшего развития. Ну и немного возвращаясь к губернаторским выборам. Сибирь нам показала и опыт Локтя, и опыт Левченко о том, что исполнительная власть – это тот рубеж, который можно и нужно брать. Я думаю, что у нас Бурятия с предстоящими выборами и само настроение людей даст возможность говорить… Я говорю, что секреты сразу не выдавали. Информационные технологии, сейчас говорят, нужно заранее людей вдохновлять, вдохновлять. Я думаю, что люди поверили, уже сейчас мы видим и будут дальше работать. Но и что касается самих выборов. Выборы могут снять напряжение, могут снять протестную активность в регионах на муниципальном уровне, на городском, да и в Москве в том числе. Но если это выбор, сейчас же выборы – это все-таки боевые действия. И поправки последней клишеса, когда отменяют крепительное удостоверение, вводя, не пойми, какие-то колл-центры в подтверждении полномочий – это не те меры, которые будут. Мы всячески пытаемся противопоставить технологиям наши разумные предложения. Это и поправки в закон об отмене муниципального фильтра на губернаторские выборы. Это и формы дополнительного контроля и общественного наблюдения, которые позволили бы снять напряжение. Но власти по-прежнему считают, что вместо внесения понимания или консенсуса в обществе, нужно раздирать его в очередной раз. Но, невзирая на этом, мы будем готовить свои профессиональные команды, которые в регионах, я думаю, что покажут и возможность защищать результаты выборов и проведения нормальных избирательных кампаний. Дмитрий Георгиевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, естественно, что съезд 17-й, подводя итоги работы, говорил и о итогах работы на направлении борьбы за власть, на выборном направлении. Было отмечено, что наиболее серьезных результатов за это время добились наши товарищи в таких регионах, как Иркутская область, Новосибирская, Орловская область, Северная Осетия, Мариэл, Омская область. В целом, ряде этих регионов мы не только уверенно опережаем другие партии оппозиционные, но и, по сути, на равных боремся за власть с правящей партией. Мы поставили задачи, связанные с предстоящим туром избирательных кампаний. Здесь Центральный комитет особо выделяет такие регионы, где нам предстоит борьба очень серьезная. Это Северная Осетия, это Удмуртия, это Краснодарский край, Бензинская, Саратовская и Сахалинская области, конечно, Республика Бурятия. В каждом из этих регионов действуют серьезные партийные организации, интересно работающие. Если мы возьмем тоже Северную Осетию, то, казалось бы, национальный регион, Северный Кавказ, но возглавляет русская женщина, Елена Александровна Князева. И, тем не менее, результаты по прошлым выборам очень хорошие. Мы надеемся, что и здесь эта организация нас не подведет, так же, как и другие отделения. Готовимся всерьез? Ну, а выборы, это прежде всего лидеры, программа и честный дебат. Все остальное прилагается. Инструментарий давно пробировал. Ходить, чтобы не воровали голоса, есть элементарный подсчет. Во многих странах используется. Журналисты, наблюдатели сидят и смотрят. А то за пару вам посадят, там не видно, что он здесь рисует. Закончились выборы, высыпали на стол, достаешь первый бюллетень. Иванов, партия власти, Петров, КПРФ, следующий ЛДПР. Все записывают, на доске в конце расписались. Кто, сколько. Вот вам копия протокола. Ребята, до свидания. Никто спорить не будет. Хотите еще сделать их более честными? Ваш, вы, партия власть, вы власть. Мы не спорим. Ваш председатель избирательной комиссии, три зама от представителей партии, которые в Думе. Один от нас, второй от ЛДПР, третий от Миронова. Все, мы не будем спорить. Мы там рядом, не позволим никому воровать и переписывать. Решите эти три простейшие задачи. И выборы будут честные, интересные. И вы увидите, кто победит. Когда Левченко в первом туре проиграл 49,6% у партии власти, а мы отставали на 12%. Ко мне звонят, ну что, и тут проиграли. Я говорю, мы тут выиграли. Как вы выиграли? Я говорю, мы 100% второй тур выиграли. Ну что, мы, говорит, полпроцента не приписываем. Я говорю, вы уже 15 приписали. Вам уже нечего приписывать. Но мы во втором туре приведем в два раза больше недовольных, которые не верили, что можно вас удержать. Во втором туре, я говорю, но туда, чтобы вы не украли. Я пошлю две тысячи наблюдателей. Они будут проверять и наблюдать так, как стрельцы у Петра землю в бояр мерили. Они вам не отдадут ни одного голоса. Но чтобы и они себя чувствовали уверены, пошлю журналиста с телекамерой, пошлю юриста, пошлю оперативный отряд свой из наших комсомольцев и так далее. И мы перекрыли во всех городах каналы. И выиграли везде выборы. Во втором туре мы обогнали его на 10% того кандидата, который там был. Выигрывать выборы можно, но для этого надо подниматься всем и активно в этом участвовать и не отсиживаться. Желаю вам всем успехов и благодаря вам. Спасибо.